Ваше Святейшество 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 Для верующих, монашествующих и духовенства Приезд Святейшего стал главным событием в духовной жизни На соборную молитву с предстоятелем Русской Православной Церкви Пришли тысячи костромичей На площади Ипатьевского монастыря Патриарх Московский и всея Руси Совершил Божественную Литургию После богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом Сегодня мы слышали замечательный отрывок Евангельский Повествующий о том, как Господь исцелил двух слепых людей Они шли за ним, кричали, пытались привлечь его внимание Надеялись на то, что он может помочь И Господь обращает внимание на этих двух слепых людей И спрашивает их А вы верите, что я могу исцелить вас? И они клянутся ему И говорят ей, Господи То есть клянемся, что верим И Господь по вере исцеляет этих двух несчастных слепых людей Вот по вере и мы с вами здесь сегодня все собраны Нету никакой другой силы, которая бы нас объединила здесь, на этом месте, кроме веры У святого преподобного Ефрема Сирина Есть такие замечательные слова Вера рождает мудрые мысли А почему так? А потому что вера есть непременное условие нашей связи с Богом Мы можем сколько угодно исполнять обряды И прочие внешние атрибуты, связанные с религиозным выбором человека Но если нету веры, то не замыкается цепь между нами и Богом Ток по этой цепи не идет И мы можем сколько угодно у Бога просить Но если мы не верим в Него И не верим, что Он нам ответит Наши молитвы тщетны А почему мудрые мысли? А потому что когда человек поставляет себя перед лицом Божиим То он как бы принимает на себя определенные обязательства Он входит в некую систему жизненных ценностей И даже, может быть, он и не совсем образованный И даже мудрый человек Но живя в этой системе ценностей евангельских Он становится мудрецом Потому что нету ничего выше и сильнее божественной мудрости А от мудрых мыслей Ведь проистекает образ жизни Что такое мысли? Это мировоззрение Это взгляд человека на окружающий его мир На других людей Это его отношение к Богу Это все те самые мудрости Которые, по слову преподобного Ефрема Сирина Порождает вера А если складывается мудрый образ мыслей То к чему он должен привести человека? К определенному образу жизни И вот существует такая замечательная связь Вера Мудрые и правильные мысли И правильный образ жизни Промыслительно, что святейший посетил Кострому В день празднования собора Радонежских святых В лике Радонежских святых Прославлен и преподобный Никита Костромской Ученик и сродник Аввы Сергия На иконе собор Радонежских святых Что находится в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры Преподобный Никита изображен в ряду учеников Игумена земли русской Преподобного Никиту Костромичи с древности Почитали как небесного покровителя города Где святой построил монастырь во имя Богоявления Господня И сегодня, спустя шесть веков Тысячи верующих приходят поклониться Его святым мощам Постоянно пребывающим в Богоявленско-Анастасийной обители ПОЕТ НА ИКОСТНОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИКОСТНОМ ЯЗЫКЕ Преподобный Никита родился в 1365 году в пределах Града Ростова у богобоязненных и благочестивых родителей. Его семья принадлежала к знаменитому ростовскому боярскому роду, из которого происходил и великий игумен землерусской преподобный Сергий Радонежский. Как и все боярские дети, преподобный Никита в миру Иоанн был отдан в научение грамоте. Благочестивый отрок преуспевал в добродетелях и часто приходил с родителями в обитель к преподобному Сергию для наставления и утешения. Постигнув мирскую премудрость, Иоанн возжаждал знания небесного и поступил в Свято-Троицкий монастырь послушником. Трудной наукой иноческого жития он овладел под чутким присмотром преподобного Сергия. В своем духовном наставнике послушник Иоанн видел пример ревностного служения Богу и неустанного труда. Подражая ему, он терпеливо трудился в трапезной, носил дрова и воду, пек просфоры, переписывал лествицу преподобного Иоанна Лествичника, своего небесного покровителя. Когда настал день пострига, с сердечным трепетом стоял молодой монах перед игуменом обители, нарекшим его в честь святого великомученика Никиты, особо почитавшегося на Руси. В его памяти навсегда осталось пророческое благословение Аввы Сергия, произнесенное после пострижения. «Отныне, монах Никита, передаю тебя в руки Божии. Господь призывает тебя к трудам. Всемилостивый Господь добудет тебе заступником. Гряди в Серпуховскую высоцкую обитель, а после отшествия моего к Богу ступай на север для основания святой обители в граде Костроме». Господь ущедрил преподобного Никиту такую благодатью, что все места пребывания угодника Божия освящались его присутствием, соединялись с его именем и прославлялись вместе с ним. Никита Радонежский, Никита Серпуховский, Никита Высоцкий, Никита Боровский, Никита Костромской. Все эти наименования преподобного запечатлели многотрудный и неустанный подвиг распространения в пределах русского севера подвижнического духа игумена земли русской Аввы Сергия. Преподобный Никита Костромской вошел в историю русской православной церкви как святой игумен трех обителей. Много трудов понес он на благо Серпуховского Высоцкого монастыря, основанного духовным чадом Аввы Сергия, князем Владимиром Андреевичем Храбрым. По слову своего наставника, монах Никита направился в Серпухов, где помогал трудами и молитвами в устроении обители в честь Пресвятой Богородицы. За благочестие и чистоту души преподобный Никита был избран духовником братьев, а после кончины игумена, преподобного Афанасия-младшего, настоятельство в Высоцкой обители перешло к преподобному Никите. В тяжелые годы началось игуменство преподобного в Серпуховском монастыре. В 1395 году Москва готовилась к осаде полчищами Тамерлана. В это время в город была перенесена главная святыня русской земли – Владимирская икона Божией Матери. Как говорит Серпуховская летопись, с воздыханиями немолчными и рыданием встречал московский народ свою небесную заступницу. И в тот же день непобедимый завоеватель повернул назад свои полчища. В память о чудесном избавлении от страшного нашествия по сию пору 26 августа, 8 сентября, вспоминает церковь с ретенье москвичами Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. За 19 лет, что игуменствовал преподобный Никита на Высоком, несмотря на все пережитые скорби и беды, обитель продолжала благоукрашаться и духовно крепнуть. Увещевая всех ко взаимной любви, преподобный Никита говорил, «Будем молить Господа, чтобы Он подал церкви своей мир. Будем пребывать в том звании, на которое мы вступили. Будем шествовать по пути крестному, чтобы не лишиться нам всей милости и Божией». В год, когда Серпуховская обитель отмечала сорокалетие со дня основания, во время божественной литургии игумен Никита был возведен в Сан-Архимандрита, который в те времена носили настоятели наиболее значимых монастырей. Будучи игуменом Серпуховского монастыря, преподобный Никита помогает в устроении другой обители на высоком холме у реки Протвы. Ее, по примеру покойного отца князя Владимира Андреевича Храброго, в своем уделе основывает благочестивый князь Боровский Симеон Владимирович. Монастырь в память честного покрова Пречистой Богородицы получает название Высокопокровский или Боровский Высоцкий. В 1414 году преподобный Никита упросил церковное начальство отпустить его в эту пустынную обитель, ибо желал безмолвия. Став игуменом, преподобный Никита и здесь продолжил строго хранить святые традиции монастырей и устав преподобного Сергия. Семь лет преподобный Никита управлял Боровским Высоцким монастырем, а после вернулся в Троицы Сергиев монастырь. Здесь в 1422 году он сподобился присутствовать при обретении мощей святого своего сродника, преподобного Сергия Радонежского. Пять лет преподобный Никита прожил в Троицкой обители, где постом и молитвенными трудами подготавливал себя к исполнению благословения святого игумена, основанию монастыря в Костроме. По воле Божией и своего наставника Авы Сергия преподобный старец Никита прибыл в Кострому. Здесь, на окраине города, в лесу, в пустынном месте он основал Богоявленский мужской монастырь. Много времени преподобный проводил в усердных молитвах к Богу, а лицо его всегда было мирно и радостно. Долгие часы блаженный старец молился перед чудотворной Федоровской иконой, главной святыней Костромской земли, умоляя Пречистую и Пресвятую Матерь Божию о милосердии и заступлении за православную Русь, о презрении ею обителей, основанных преподобным. Ежедневно он призывал своих чад к пробуждению в ранний час и, прошедшей в своей жизни лествицу смирения, заповедовал иноческим обителям по добротолюбию проходить 12 степеней смирения. Блаженный старец завещал всякий час наблюдать за собою в мыслях, словах и движениях, помня, что Господь смотрит на каждого с небес. Не исполнять своих желаний и похотений, но принуждать себя ко благому и полезному для души. Со всяким послушанием подчиняться наибольшей братье и почину. С доброй совестью в трудных послушаниях хранить молчаливость, показывая благодушие лица своего. Худых помышлений и дел, восходящих на сердце, не утаивать, но открывать духовному Отцу Своему. Довольствуясь скудостью ко всему, считать себя не стоящим работником в винограднике Господа Своего. Во внутреннем чувстве сердца считать себя низшим и худшим из всех. В исполнении общего монастырского устава хранить истинное послушание и пребывать в молчании по древнему закону, помнить, что не подобает быть смеющемуся монаху, но укрепляться в добродетелях. С кротостью слова и верностью говорить, не возвышая голоса своего. И, наконец, двенадцатую степень смирения достигает тот, кто не сердцем, но и телом всегда смиренен есть. Так преподобный Никита изо дня в день наставлял братью и, подобно весенней росе, божественно возвышал души своих чад. С именем преподобного Никиты неразрывно связано имя выдающегося святого Пафнутия Боровского. Родился он в 1394 году в селе Кудинове, недалеко от Боровска, и в крещении получил имя Парфений. В 20 лет благочестивый юноша поступил в Боровский Покровский монастырь. Вот как о его приходе в обитель повествуют «Жития святых», изданное в 1904 году. В конце 14-го столетия, когда Парфений прибыл в монастырь, игуменом ея был ученик преподобного Сергия Радонежского Никита, муж высокой жизни. В Боровской обители Парфений был пострижен в монашество с именем Пафнутий. Духовным наставником молодого монаха стал опытный старец Никита. Шесть лет находился он на послушании у преподобного Никиты, получаясь иноческим добродетелем в традициях лавры. Благодаря духовному руководству старца Никиты, устремлявшегося к высоте небесной, преподобный Пафнутий стал великим молитвенником и подвижником. В течение шести лет инок Пафнутий со всяким прилежанием служил старцу Никите, пока тот не ушел из Боровска в Кострому. А преподобный Пафнутий в поисках уединения отошел на одну версту дальше в лес, где подвязался в безмолвие. Здесь он основал новую обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которая ныне именуется Пафнутиево-Боровской. До глубокой старости подвязался Пафнутий на этом месте, освящая его трудом и молитвой, собирая и воспитывая братью в послушании и страхе Божием. Промыслом Божиим в монастырь к преподобному был направлен двадцатилетний юноша Иоанн Санин. Простота жизни святого старца Пафнутия, труды, которые он разделял со своей братьей, и строгое исполнение монастырского устава соответствовало настроению души Иоанна. Преподобный Пафнутий с любовью принял прибывшего к нему юного подвижника и постриг его в иночество с именем Иосиф. С усердием и любовью нес молодой инок возложенные на него тяжелые послушания в поварне, пекарне, больнице. Последнее послушание преподобный Иосиф исполнял с особенным тщанием, питая и напояя больных, поднимая и постели устрояя, яка сам боля, и чистив всем работая, яка Христове самому служа. Почти восемнадцать лет провел Иосиф в монастыре преподобного Пафнутия. Суровый подвиг иноческих послушаний под непосредственным руководством опытного игумена явился для него прекрасной духовной школой, воспитавший в нем будущего искусного наставника и руководителя монастырской жизни. Иосиф Володский вошел в историю русской православной церкви и государства как духовный вождь русских людей. Он известен как книжник, глубокий богослов и церковный писатель, мудрый толкователь священного писания и покровитель церковного искусства. Так не угасла духовная школа преподобного Никиты и на Калужской земле. Ученик игумена земли русской духовно взрастил преподобного Пафнутия Боровского, который в свою очередь стал духовным наставником преподобного Иосифа Володского. Эта генеалогическая линия московских святых восходит к великому радонежскому старцу. Святая обитель, основанная в Костроме преподобным Никитой в 1426 году в день Богоявления Господня, за свою многовековую историю знала и годы расцвета, и годы разорения. Во время игуменства преподобного старца все строения монастыря были деревянными. В 1559 году началось возведение Богоявленского собора, самого древнего из сохранившихся в Костроме каменных сооружений. Век 17-й стал для обители временем обширного каменного строительства. При игумене Герасиме артель костромских изографов расписала Богоявленский собор стенным письмом. Трудами преподобного архимандрита Макария Глухарева, настоятеля монастыря и будущего просветителя Алтая, юго-западная башня с чудотворной иконой-фреской была перестроена в церковь, посвященную смоленской иконе Пресвятой Богородицы. В середине 19-го века Богоявленский мужской монастырь по решению Святейшего Синода объединили с Крестово с Движенским Анастасийным монастырем, находившимся неподалеку. С тех пор святая обитель стала возрождаться как женская и получила название Богоявленско-Анастасийной. Ее первой настоятельницей стала игуменья Мария Давыдова. Под руководством Матушки Марии древняя обитель восстанавливалась и благоукрашалась. К Богоявленскому собору было пристроено обширное здание нового собора. Величественный соборный храм, в котором собору 16-го века отводилась роль алтаря, стал именоваться также Богоявленско-Анастасийным. В честь Богоявления и во имя преподобно-мученицы Анастасии Римлянани, небесной покровительницы Анастасийного монастыря. После революции судьба Богоявленско-Анастасийного монастыря мало чем отличалась от судеб других храмов и монастырей России и, казалось, навсегда потеряна надежда на возрождение святой обители. Но волей Божьей монастырю была уготована другая судьба. В 1990 году на первом заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о возрождении Богоявленско-Анастасийного монастыря. Его первыми насельницами стали монахини Пюхтицкого монастыря, который около ста лет назад был основан монахинями Богоявленско-Анастасийной обители. Работы по восстановлению монастыря и возрождению в нем монашеской жизни возглавила монахиня Иннокентия, которая 29 августа 1991 года в день празднования Феодоровской иконы Божьей Матери была возведена в Сан-Игумении. За 25 лет стараниями матушки Иннокентии и сестер монастырь был буквально восстановлен из небытия. Сегодня здесь постоянно пребывает одна из особо почитаемых всероссийских святынь. Чудотворная икона Божьей Матери Феодоровская. В крипте под клетью собора освящен восстановленный храм во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобного Никиты Костромского. Здесь же покоится и сам строитель месту сему. По благословению архиепископа Костромского и Галического Алексия и на его средства Богоявленско Анастасиин собор украшен новыми фресками. В 2015 году трудами матушки Иннокентий и сестер и прихожан полностью отреставрирована Смоленская церковь. Стены еще с советских времен были покрашены масляной краской. Крыша, хоть она и перекрывалась когда-то, вроде сверху оцинковка нормальная, по всем стенам текло. во время реставрации своды храма были расписаны в честь иконы Божьей Матери Смоленской. Внутреннее убранство храма украсили фрески с сюжетами из жития Божьей Матери. Их по старинным эскизам написали сестры. В советское время фрески были закрашены и сейчас мы их восстанавливаем. При открытии красочного слоя было видно на стенах, что раньше стены были покрашены в розовый цвет под мрамор и вниз под темный мрамор. В Смоленском храме постоянно пребывает чудотворная смоленская костромская икона-фреска Божьей Матери. Промыслом Божиим Адигитрия, считавшаяся полностью утраченной в советское время, явила себя чудесным образом. Многие святыни и, конечно, смоленская икона-фреска Божьей Матери очень пострадала. А позднее, в 97-м году, были приглашены ведущие на то время специалисты из Москвы, чтобы восстановить смоленскую икону-фреску Божьей Матери. Но они сказали, что это сделать просто невозможно. А когда попробовали хотя бы очистить икону, стали проявляться краски. И вот таким образом произошло чудо восстановления смоленской иконы Божьей Матери. Икона почти полностью проявилась сама. Несмотря на большие труды по обустройству монастыря, духовная жизнь и молитва – главная забота насельниц монастыря и его игуменей. Они поют во время богослужений в кафедральном соборе, совершают полный дневной круг иноческого правила церковного и келейного, встречают прихожан и паломников. Под покровом Божьей Матери проходит монашеская жизнь в древней Костромской обители, освященная иноческими подвигами и молитвами сестер за каждого христианина, за православную Русь, за весь мир. И притекают люди в монастырь с молитвой к Богу и Пресвятой Богородице, к чудотворным ее иконам Федоровской и Смоленской и никого не оставляет Царица Небесная без своей помощи и утешения. И поныне Богоевленская Анастасиян монастырь, исполняя заветы преподобного Никиты, несет свое служение Богу и людям непрестанной монашеской молитвой, делами просвещения и милосердия. Много лет обитель окормляет Первомайский детский дом. Единственный в Костромской области интернат для умственно отсталых детей. Сегодня здесь воспитываются 89 ребят с ограниченными возможностями. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Несмотря на тяжелые заболевания, воспитанники Первомайского дома-интерната часто бывают на службах в Богоевленско-Анастасийном монастыре, исповедуются и причащаются. Наши дети в храме ведут себя гораздо лучше, чем дети школьные, допустим, родительские, так называемые. Они ведут себя гораздо лучше. Я не знаю, с чем это связано. Есть масса объяснений. На мой взгляд, Божье Слово к ним попадает непосредственно в душу, минуя всяческие барьеры, которые иногда в школе создаются искусственно. Они потом после того, как исповедуются, поворачиваются лицом к своим товарищам и к нянечкам и говорят, братья и сестры, простите меня, воспитатели нянечки, простите нас. А потом уже идут к причастию. Год назад по благословению епископа Костромского и Галического Ферапонта и по печеньям матушки Иннокентии в Первомайском детском доме-интернате появился свой домовой храм. Его осветили в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Каждую пятницу здесь проходят службы. 28 сентября в день памяти небесного покровителя Костромы в городе прошли торжества посвященные 650-летию со дня рождения преподобного Никиты. В основанной им обители Богоявленско-Анастасийном кафедральном соборе прошла Божественная Литургия. Ее возглавили епископ Костромской и Галический Ферапонт и епископ Рыбинский и Угличский Вениамин. КОСТОР 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 Продолжение следует... 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 Построил храм Анастасии. Никита Костромской – это защитник нашего города. Преподобный очень Никита, помогай нам. О Никите Костромском, его трудах и подвигах в День памяти преподобного рассказывали и ребятам постарше. Во всех школах Костромы 28 сентября прошел классный час, приуроченный к 650-летию со дня рождения преподобного. Служение Богу и ближнему, прославление Церкви и укрепление государства были главным смыслом праведной жизни Никиты Костромского. Эти идеалы преподобный заповедовал и своим ученикам, каждому из нас. И на эту дорогу духовного делания вступаем мы не одни, а имея в помощь себе небесных помощников, заступников и соработников, которых прославил Сам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok